Большое совещание по итогам работы в 2021 году собрало в областном центре представителей всех районных первичек ДСААФ. Деятельность организации обширна. Сегодня здесь заинтересованы в том, чтобы развивать различные направления, в первую очередь направленные на развитие и поддержание интересов молодежи. Несмотря на вызовы пандемии и другие возникающие вопросы, специалистам объединения удалось реализовать большое количество различных мероприятий. На первом месте патриотически, но не только. Спорт, как одна из составляющих программу мероприятий, по-прежнему остается в приоритете. В условиях пандемии коронавируса, тем не менее, нам удалось провести 11 республиканских соревнований, 13 областных, более 30 районного масштаба. И наши спортсмены Брестской области принимали участие, 130 спортсменов Брестской области принимали участие в 36 республиканских соревнованиях. Отдельный блок работы специалистов ДСАА в Брестской области – подготовка водительских кадров. Более 8 тысяч курсантов прошли через профильные автошколы только за минувший год. Причем особая гордость Брестской структуры – работа с людьми, имеющими проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Приобретенные для обучения автомобиль в регионе пользуются спросом, что не может не радовать. Мы в лидерах, потому что предполагалось, что машина, которую создали учебно-материальную базу, в том числе приобрели машину для этих целей, она должна работать по областям. Так вот, мы первые отработали, она побывала еще в двух областях и обратно вернулась к нам, потому что опять у нас сформировалась группа и опять мы выдаем. Ну а что касается людей, которые там учатся, ну они, насколько я видел их отзывы, насколько я слышал их, насколько встречался с ними, ну конечно, только положительные моменты, и я откровенно радуюсь за них, для того, что у нас это получилось. Участие в итоговом расширенном мероприятии приняли представители не только организационной структуры, но и ведомств, с которыми идет тесная и планомерная работа, в частности военного комиссариата. Специалисты ДСААФ области готовят кадры для армии, причем как спортсменов, так и так называемых технорей и работников связи. Сегодня активно идет поиск новых форм сотрудничества. Есть у них кружки по подготовке специалистов беспилотных летательных аппаратов, даже в соревнованиях участвуют. Они готовят и парашютистов, то что же все в вооруженных силах. Они готовят и специалистов связи. Да, конечно, не в том объеме, которым бы хотелось бы, потому что сегодня где-то это, наверное, не модно. Сегодня молодым людям проще и легче там общаться в телеграм-каналах, сидеть в гаджетах и так далее. Но в армии есть те средства и связи, и применения, которые есть, и на них нужно учиться отдельно. Поэтому, чтобы мы меньше учили ребят в вооруженных силах и отрывались на этот процесс образования ДСАФ, и оказывают нам эту помощь. Итоги подведены, планы намечены, а это значит, что впереди новые цели и новые покоренные вершины.